Здравия желаю! Сегодня разберём... Вернее, я разобрался, почему западает. Позавчера я вам писал ролики, что всё работает нормально, КПД там выше 100, но западает реле. Сегодня разобрался, и вот решил поделиться со своими этими наблюдениями, то есть, чтобы другие не возились, объясню, почему западает, и что надо сделать. Так, сейчас, быстренько. На пару минут займу. Откроем этот поинт, как всегда. Вот, смотрите, мотор, как вот у меня там обозначено, генератор, вот, мотор, генератор, так, вот оно, реле, так, пусть здесь будет батарейка, вторая батарея, а тут будет, да, нагрузка, а тут будет нагрузка, нагрузка, а тут вот реле. Вот в чём дело. Когда вы включаете, вот этот реле, так, а нагрузки нет, то ток, ток, прёт назад, вот этот вот, сети, или, вот этой сети, прёт назад, вот на этот конец, понимаете? и оно залипает, то есть, с этой стороны ток, и с этой стороны опять ток, вот получается. Потому что, когда выключил, нагрузки нет. Вот, включено, оно ток идёт так, и назад. Когда выключил, он уже вперёд не идёт, назад идёт, сюда, хотя здесь выключено, с мотора-то. реактивная, или как, называют, реактивная энергия, обратная энергия. И вот здесь залипает. То есть, здесь также, получается, ток, и здесь ток. И оно не, оно же электромагнитное, залипается. Значит, разобрался, что надо делать. Включать нагрузку, полную нагрузку, чтобы обратный ток сшёл на нагрузку. Во время, когда выключили, здесь вот, здесь вот перекрыли, когда нагрузки нет, он назад пошёл, а когда нагрузка, он сюда, на нагрузку. То есть, и польза здесь, то есть, получаете полезную работу здесь, нагрузки, на лампочки, например, вот, лампочки, вот лампочки, ярче светят. И реле не залипает. То есть, чтобы не залипало, при работе с этим, при работе с большими нагрузками, реле там с моторами, на генератор и на мотор, чтобы была нагрузка, достаточная. Ну, лучше даже полная. Как это говорят? Номинальная. Вот, что я хотел сообщить.